друзья снова здравствуйте вы на канале михаила москотина я ваш тренер и у меня есть важное желание быть вам полезным в этом видео я расскажу о мифе о деньгах вы знаете в этом мире огромное количество мифов и деньги это не исключение это тот предмет о котором людям складывают различные мифы это предмет которым люди вожделеют это предмет который является яблоком раздора о чем спорят обсуждают я предложу свою точку зрения в одном из видео вы можете по ссылке пройти на это видео мы рассказывали о том я рассказывал о том что есть четыре источника денег а сегодня мы снова вернулись к теме денег это мифы давайте поговорим для начала что такое миф я специально подготовил слайд где у меня написано миф внимание эта система управления свободной волей и разумом человека если у вас в голове есть миф то этот миф он управляет вашей волей и вашим разумом миф это предмет порабощения сознания и контролирующий алгоритм мифы порождают сознание мифы контролируют ваш мозг и вашу жизнь давайте поговорим о тех мифов которые существуют в сфере денег есть три мифа которые я бы хотел сегодня выделить о которых я хотел бы сегодня поговорить и миф первый это одушевление денег вы знаете есть огромное количество суеверий предрассудков стереотипов посвященным теме денег и я выписал несколько из них и вы можете их узнать а кто-то вспомнит свои кстати в комментариях можете написать еще какие вы знаете стереотипы про деньги и мифы люди одушевляют деньги внимание не свистите дома денег не будет не пересчитывайте деньги в кошельке нельзя что-то от этого произойдет не выносите мусор вечером вы знаете люди искренне считают что если вечером мусор не выносить то появится деньги знаете мне кажется если вечером мусор не выносить то появится запах а может быть и мухи но люди верят что появятся деньги не давай вечером взаймы деньги и соль но соль понятно когда-то соль была дороже денег и специи были дороже денег поэтому люди деньги и соль не давали но причем вечером не знаю почему это какой-то миф который давно появился я не искал откуда вы если интересно поищить не класть деньги на стол вы наверное видели когда люди боятся класть деньги на стол они их передают из рук в руки ну что боятся что деньги исчезнут не вместе в квартире разными вениками вот это очень веселая вещь я много летаю по регионами люди смеются и говорят да мы так и делаем а еще некоторые берут веник переворачивают у его вниз головой ставят в угол и считают что от этого у них появится день а еще не смахивай крошки со стола рукой не оставляй кошелек пустым если в кошельке нет ни одной купюры деньги это увидят расстроятся и не придут больше поэтому чтобы хотя бы одного купюра была в кошельке обязательно люди одушевляют деньги они считают что деньги они живые не оставляй кошелек пустым не считай деньги вечером не держать вместе деньги разные валюты это на один вебинар я смотрел в интернете на вкус интересный вебинар кто хочет денег посмотрите я зарегистрировался стал смотреть и главная мысль которую я вынес оттуда была такая деньги разных государств нельзя держать в одном кошельке вместе я был в шоке когда это услышал я говорю ну мне было интересно почему я в чате написал и ответ был такой они будут конфликтовать я не знаю что в голове у автора этого вебинара но видимо он думает что что там произойдет если российские рубли положить вместе с американскими долларами или европейскими евро что у рублей комплекс неполноценности разовьется что они покраснеют они психанут и уйдут от тебя что произойдет ребята понимаете это просто бумага напечатаны в разных государствах разной типографской краской с разной степенью защиты но люди одушевляют деньги как встретишь новый год так его и проведешь да это тоже один из наших предрассудков стереотипов а люди считают что очень важно перед новым годом раздать долги да действительно их нужно раздавать но только не обязательно перед новым годом их просто неплохо было бы отдавать окей друзьям я могу продолжать бесконечно я думаю что вы еще кое-что добавить им пишите в комментариях какие еще вы знаете предрассудки стереотипы и и и какой бред вы где-то слышали еще добавлю кое-что от себя во многих компаниях я приходил и видел знаете стоит жаба по которой нужно там потереть кто-то живот трет кто-то голову кто-то в рот монетку вставляют и люди искренне считают что тем самым у них появится деньги окей миф номер два миф номер два что деньги это энергия деньги это энергия деньги обладают энергией друзья вы знаете я учился в школе я помню урок физики если вы загуглите вы можете обнаружить разные виды энергии тепловая кинетическая энергия трения энергия солнце я не знаю как их много я не физик но энергии много но нигде в физике нет энергии денег энергия это то что можно померить энергию денег померить нельзя знаете почему потому что ее нет это миф номер два деньги это энергия вы знаете я как-то смотрел один фильм где парень украл большую сумму денег украл деньги и за ним гналась полиция и конец фильма примерно такой он лежит мертвый садится вертолет лопасти вертолета создают ветер кругом летают купюры а этот человек умер вы знаете если бы деньги давали энергию этот человек бы смог этой энергией воспользоваться и продлить свою жизнь у него просто не было еды у него не было воды это была пустыня и он умер потому что у него закончилась энергия у него были деньги но энергия денег не смогла продлить его жизнь потому что нет никакой энергии денег это миф номер два и друзья миф номер три миф номер три звучит примерно так не всем быть богатым кому-то дано кому-то не дано что есть какой-то ген богатства или есть какой-то счастливый случай или есть какое-то везение что вот кому-то повезло кому-то не повезло кому-то дано кому-то не дано друзья вы знаете я искренне считаю что это миф миф номер три посвященный день людям выгодно думать и верить в этот миф то что если у них нет денег всегда можно оправдать это тем что мне просто не дано а вот этого парня есть деньги а ему дано друзья вы знаете когда мы с вами родились у каждого из нас все что было написано на маленьком клочке бумаги там было написано следующих рост вес и дата рождения и не было написано дано не дано ты будешь продавцом бизнесменом управленцем музыкантом спортсменом это миф который верит люди потому что если эти мифы раз и развеять если деньги это не энергия если деньги они неодушевленные если дано всем в этот момент человек у которого нет денег он чувствует разочарование ну что в этот момент он понимает что это просто вопрос его выбора зарабатывать или не зарабатывать я не призываю всех быть богатыми но если вам не хватает денег посмотрите мое видео про четыре источника денег посмотрите его еще раз если вы его уже смотрели чтобы были деньги необходимо одна простая вещь необходимо научиться продавать продавать много профессионально и качественно и тогда у любого из вас будут деньги всем хорошего дня пишите комментарии под этим видео ставьте лайки если вам понравилось это видео нажимайте колокольчик потому что в этом году будет еще много полезного видео для вас если вы нажмете колокольчик вы получите уведомления желаю всем хорошего дня зарабатывайте деньги не верьте в мифы потому что миф управляет вашим сознанием и вашей жизни будьте свободными делайте свой созданный выбор всегда ваш тренер михаил москотин до новых встреч пока а